Производство возобновили, подтвердили работники, но ассортимент выпускаемой продукции сильно уменьшили. Теперь выпекают три вида хлеба и два батона. От производства кондитерских изделий собственники откажутся совсем, рассказали нам в Минсельхозе. Их производство нерентабельно для предприятия. Об уменьшении ассортимента говорили еще в пятницу на совещании. Тот уникальный продукт, который на сегодняшний день производится на заводе, это ржаные хлеба, ну и так далее. Это все будет сохранено. Речь идет только об объемах, то есть сколько выпускать. Ну и соответственно, сколько человек будут выполнять эту работу. Сокращение объемов производства устав общества не нарушает. Напомню, из-за золотой акции, принадлежащей республиканскому правительству, собственник не имеет права ликвидировать завод, продать его или переформатировать в другое предприятие. Но с уменьшением объемов вряд ли хлебозавод сохранит весь персонал. Будет ли та самая фирменная дешевая булка от хлебозавода, тоже неизвестно. Раньше республиканский бюджет компенсировал затраты собственника, чтобы держать низкую цену. В 2018-м завод получил 3,5 миллиона рублей. В этом году субсидия не предусмотрена, сказали в Минсельхозе. Новый собственник отказался от нее сам. Мол, средства есть. Зарплату за январь работники пока не получили, но говорят, получка должна быть сегодня. Это не нарушение. Зарплату на предприятии выплачивают с 1 по 15 число. Продолжение следует...